всем привет сегодня снимаем видео о том как готовить и есть желуди нашли дуб довольно специфический вот такие вот у него листья будет ли видно не уверен в общем надеюсь что будет видно ну и желуди тут тоже достаточно какие-то непривычные по крайней мере для меня вот лежат желуди вот шляпка отлетает вот такие вот желуди честно собираем небольшое количество и уже будем готовить их дома поскольку собираем их в парке они в дикой природе есть возможность приготовить их домашних условиях спокойной обстановке значит основной смысл желуди вот таким вот образом свежие не едятся в них много дубильных веществ они горькие поэтому изначально они очищаются от шкурки разрезаются делятся на четыре части после этого вымачивается в воде двое трое суток и воду необходимо менять каждые то есть каждые сутки по раза три хотя бы для того чтобы из них вышли горькие вещества после этого желуди кипятятся и после этого либо их можно измаловать в кашу либо же поджаривать на масле либо просто на сковороде если это в каких-то диких условиях то на камнях и употреблять в пищу также их можно подсушить опять же в мелко-мелко измолоть и хранить виде муки то есть на например запасаясь на зиму вот такие вот листья уже сблизи ну чтобы было понятнее сорву один листок покажу вот такой вот лист достаточно странный но это это дуб попробуем такие желуди на что они похожи вот еще есть обычный дуб но к сожалению как-то на обычных дубах в этом году что-то желудей не видно а то что есть возле земли то есть на земле валяется то все либо гнилое либо ну в принципе либо гнилое то есть вот такие вот листья кто не знает у обычного дуба то есть вот такие вот листочки вот но тут сколько не смотрел под дубом вот нет просто желудей всего шляпки поставались с прошлого видного года а желудей не видно если есть желуди то они вот желуда более такой вытянутой формы но он внутри весь гнилой ну вот еще тут пару желудей нашел вот такой формы они у классического нашего дуба конечно классический я его назвал от себя называется наверно по-другому в ботаническом плане вот внутри он мы видим что внутри он весь сгнивший вот такая вот внутри какая-то каша темная у него ну вот желудь на обычном дубе на более привычном нам висит ну так чтобы на земле найти в достаточном количестве этого чтобы приготовить так пока еще не нашли да вот нашли один нормальный может быть что-то насобираем чисто для того чтобы различить вкусы у привычного желудя и у непривычного в общем удалось найти и обычных желудей вот таких вот которые привычные для нашей местности и вот таких вот необычных на которые обратили внимание буквально только сейчас хотя деревья уже в парке где мы их собирали растут давно расколоть такие желуди можно либо орехоколкой либо же просто берем его оставим на какую-нибудь твердую поверхность например на камень и сверху наступаем на него пяткой в обуви желудь трескается и дальше либо додавливаем его пяткой и раскалываем либо же работаем ножом как удобно почистил желуди значит с обычного нашего традиционного условно говоря дуба поделила значит плод готовый на 45 частей там как получалось получилось так вот немножко ну потому что немного желудей насобирали а здесь оказались вот шкарлубки пожестче оказались зато сам вот внутренний плод сам этот орешек он оказался достаточно мягкий его удалось раскрошить пальцами на более мелкие куски ну вот прошло уже около 15 часов как я поставил вымачиваться желуди в воде не было возможности их за это время то есть воду поменять за это время и видим какой цвет она окрасилась то здесь желудей поменьше такой желтоватый цвет здесь желудей побольше аж такой красноватый что ли коричневый вот сейчас сменю воду и буду еще вымачивать несколько дней вымачивал желуди 4 дня за это время сменил воду десять раз сейчас вот варим пока одну порцию потом будем творить другую после чего немножечко поджарим одни и другие но по отдельности вот такая вот водичка получается темная кипяточек минут 10 сейчас проварится потом поджарю и будем пробовать вот сейчас жарим первую порцию желудей это как раз тяжело здесь с дуба наиболее нам привычного кстати второй дуб с которым мы собирали желуди то есть вот эти вот более крупные и круглые называется дуб красный вот ну сейчас посмотрим какие из этих желудей вкуснее какие может быть горькие вымачивал их одинаковое количество времени единственно что конечно вот этих желудей получилось меньше меньше насобирали других больше немножечко буквально не подрумянится и будем пробовать вот закипела вторая порция желудей собранных с красного дуба но мы попробуем сейчас на что похоже желуди поджарены из того нашего привычного обычного дубов вот они тоже тут несколько съела горит что вкус у них разный до каждый раз по-разному если кусочек больше то есть он менее высох на сковородке то он напоминает орешек орешек в общем без вкуса определенного немного терпкий но если кусочек прожарился получше например вот такой даже подгорел можно сказать напоминает зернышко кофе немножко даже есть горечь такая как у кофе ну они мне нравятся больше тоже кофе да сейчас вот это кофе понятно давайте пробуем я чё-нибудь побольше возьму спасибо еще возьму кусочек пробуйте что маленький сейчас живется хорошо то есть он те которые маленькие меры больше прижарены они живутся лучше чем те которые не я взял крупного он он более мягкий получился как вот как твердая картошка но то есть он пожелается нормально горечь вообще не чувствуется вот вообще не чувствуется еще бы в принципе держал их в воде четыре дня четверо суток ну и менял воду не получилось у меня как минимум три раза в день до мяч вот сейчас попробуем маленький кусочек вот да что-то вроде бы есть как полуфабрикат что-то что-то похожее на кофе но тяжело просто после первого вкуса понять второй как-то сложно ну давай давай еще другой если готовить то мне кажется лучше их все-таки дожарим дожаривать и мельче ну в принципе на самом деле из них делают муку то есть вот вы когда сварили их или там под стояли в воде их можно измельчить и сушить ну на зиму например хороший продукт долго не портится и достаточно калорийный и собрать его в большом количестве тоже не проблема вот но вот мы решили немножечко пожарить посмотреть на что оно будет похоже я когда-то уже ел в принципе но после отравления каштанами конским мне когда посоветовали взять каштан вымочить его потом еще вымочить и сварить в общем два раза ел два раза мне было не очень хорошо и вот после этого после каштана конского у меня как-то горечь это вызывало какое-то отвращение в прошлый раз когда самостоятельно готовил желуди я готовил их в течение то есть вымачивал двое суток менял воду где-то три-четыре раза в сутки ну и горечь это оставалось в результате и вызывало у меня воспоминания каштане мне от этих желудей даже было плохо сейчас горечь ушла целиком то есть вообще не чувствуется вообще не чувствуешь борьба вообще мне попался сейчас кусочек который совсем крупный и он он влажный вот влажно вон от картошку до такую порташка и он по вкусу немного хуже чем мелкие которые высохли полностью нужно было понятно вот кусочки есть покрупнее я так уже их ломал он говорит у всех конечно можно измалывать и потом поджаривать ну тут уже так на скорую руку все сделали они очень хорошие они хрустят и кофейный вкус очень даже приятно сейчас еще кусочек возьмем да что такое есть похоже вот пожарили вторую порцию с дуба красного сейчас будем пробовать ну вообще если честно уже попробовали по маленькому кусочку горчит достаточно сильно горчит сейчас пробую кусочек покрупнее продажу горяченький он вот ну вот не я его целиком может быть даже придется выплюнуть горчит вот вымачивались они через четверо суток как и те другие вот которых мы так что говорили все равно горчат ну вот еще скажи да горький да кроме того что горчат они еще терпки а вово да терпки терпки точно будет очень вкусно очень невкусно эту порцию все мы удаляем выкидываем в мусор вот то есть тот желудь который собственно с привычного дуба как-то он называет то ли дуб черешчатый то ли дуб ну в общем я напишу и думаю снизу в титрах как называется тут вот они нормальные а вот эти что-то вот с дуба красного как-то они дуба невкусные вот так что не рекомендуем может быть как-то их можно по-другому обрабатывать чтобы можно было употреблять ну вот наш опыт показал что при данном виде обработки такие желуди не особо съедобны я так думаю что конечно же если их измельчить и набрать в рот и запивать водой конечно мы их сможем съесть но я не верю что это будет полезно для здоровья хотя в принципе думаю что как такая акция против гельминтов это будет самое то но не знаю не отразится ли это на состоянии здоровья в лучшем но в худшую сторону поэтому рекомендуем есть те роли да те вкусные те классные сейчас мы их кинули на сковородку может быть даже промо приготовить кофе а с этими желудями ну не знаю я не рекомендовал их употреблять старать на них драгоценное время вот немного измельчил остатки желудей с нашего привычного дуба остальные мы выкинули вот и сейчас немножечко их поджарю попробуем взять из этого кофе немножечко поджарили немножко измельчили тут чем смогли сейчас будем заливать водичкой и и соответственно скипятим не буду много воды лить в горе там одну пятую кружки вот этой вот все таки худо-бедно она получилось сконцентрировано на запах только что было напоминало то ли кофе то ли сигареты вот ну вот так вот сейчас посмотрим скипятим немножечко подождем и посмотришь она получится по вкусу 12 часов ночи 15 минут мы варим кофе в общем она уже почти готова варил его минут пять вот сейчас будем снимать и пробовать до злый цвет такой как у чая посмотрим на что похож вкус она пахнет пахнет сигаретами ты как сигареты размоченные сигареты размоченные разбавленные сигареты ну хорошо посмотришь похож вкус сейчас остынет немного в общем вот наш напиток уже немножечко остыл сейчас будем пробовать мне не замен напоминает на я просто кофе не так часто пью мне напоминает разбавленный кофе ну я не знаю вот они потребляют его чаще что скажет разбавленный кофе очень сильно то есть просто нужно меньше наливать воды неплохо неплохо да то есть если добавить сахара в принципе будет то же самое добавить сахара будет совсем хорошо отлично действительно что-то он получился такой разбавленный возможность его измельчить лучше да немножко и поджарить то будет измельчить порошок хотя бы потому что мы его измельчали там чем мы только его не измельчали ложками измельчали ножом там рукояткой общем что было под рукой то измельчали пока ничего у нас такого больше нет да ну в общем пить можно то есть как бы рецептов из желудей на самом деле достаточно много можно в интернете поискать найти вот да ну из того что вот мы испробовали это вот жареные жареные желуде и кофе и желудей в принципе все вот съедобно этот кофе не да сколько ног бодрит чем же почти пол первого ночи ну посмотрим если уснуть сможем как-то сможем вот но так собственно со всеми прощаюсь подписывайтесь на канал ставьте лайки всем удачи пока красиво жить не запретишь